Как правильно оказать первую помощь и как вести себя в экстренной ситуации? Ребята из движения первых точно знают ответы на эти вопросы. В Самаре состоялся территориальный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках всероссийского проекта «Первая помощь». Участники прошли видеокурс по оказанию помощи. Последний этап – чемпионат. Определяет, какая из 20 команд попадет на областной уровень. Очень, наверное, популярная, потому что очень многие ребята заинтересованы. Это как раз для них такая хорошая профориентация, потому что у нас в городском округе Самара около 50 медицинских классов, именно Медицинский университет опорных. Ребята в будущем хотят поступать на эти специальности. Все знания, которые необходимо знать, но не дай бог, чтобы пришлось их применять. То есть это те базовые знания, которые должен знать любой человек, потому что жизнь в принципе опасная штука. И может произойти все, что угодно в любой момент, и мы должны быть готовы принять экстренные необходимые меры для помощи и поддержки. Нужно того, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Участие в чемпионате приняли ребята из 10 школ города. Артем Сидоренко состоит в движении первых уже на протяжении года. Он мечтает поступить в медицинский университет и стать хирургом, стоматологом или ортопедом. Поэтому пройти мимо не смог, признается Артем. Это очень огромный опыт работы с ребятами. Это дает очень много различных навыков. Я считаю, что профессия врача является одной из самых главных и нужных, потому что нужно, во-первых, уметь оказывать помощь человеку. В проекте «Первая помощь» себя могут показать участники движения первых от 6 до 25 лет. Андрей Горгуленко, Полина Челюкова, Сергей Баскин. События.